Владимир Владимирович, Кирилл Латыхин, Российская газета. Вы еще не давали оценки санкциям США и ЕС в отношении России. Каковы, по-вашему, их причины и как они могут сказаться на евразийской интеграции? На евразийской интеграции никак не могут сказаться. Это касается только тех стран, которые занимаются этой интеграцией. И сегодня мы сделали очень существенный, серьезный шаг вперед. На экспертном уровне не всегда удается договориться по некоторым нюансам, которые представляют интересы для договаривающихся сторон, но мы сегодня существенным образом продвинулись и есть все основания полагать, что мы выйдем на подписание в намеченные сроки. Нужно еще кое-что доделать. В принципе, мы практически все согласовали. Что касается так называемых санкций, я и первый так называемый пакет считаю незаконным и недружественным актом в отношении России, который, безусловно, наносит ущерб российско-американским и российско-еверским отношениям. Но что касается второго, так называемого пакета, это вообще непонятно даже, о чем речь. Мне даже трудно объяснить, с чем это связано, потому что нет никакой причины следственной связи между тем, что происходит сейчас на Украине и России. Я думаю, что связано это с тем, что наши партнеры пошли по силовому сценарию решения украинского кризиса, а потом осознали, к чему это приводит, и ищут виновных. Но, должен вам сказать, что Россия здесь ни при чем. Мы то слышим, что там есть наши спецподразделения, то инструкторы ответственно заявляют. Там нет ни инструкторов российских, ни спецподразделений, ни войск, никого там нет. Сами заварили кашу, но хотят решать ее нашими руками. А можно ли решить? Наверное, можно, но нужно для этого, чтобы все конфликтующие стороны сели за стол переговоров, с уважением относились к Женевским соглашениям. А это значит, что и власти в Киеве должны выпустить из тюрем людей, которым народ на Украине доверяет, выбирает их в качестве лидеров. Нужно начать прямой диалог с этими людьми. Нужно разоружить радикалов правый сектор и другие спецформирования радикальных элементов. Освободить все здания, в конце концов, в Киеве, а не легализовать их. И равным образом относиться к законным правам тех, кто проживает на других территориях Украины. И, прежде всего, конечно, имею в виду Восток и Юго-Восток. Наладить диалог и найти компромисс. И вот, что нужно сделать. А искать кого-то виновных на стороне – это неправильно. Вы знаете, вот эти пирожки на Майдане – это… Вот ими вымощена дорога в кризис. И нужно понять, что ситуация сложилась серьезной, и нужно искать серьезные подходы к решению. Повторяю еще раз, ничего хорошего в этих санкциях нет. Они наносят вред. Правительство РФ уже предлагало какие-то ответные шаги. Я считаю, что в этом нет необходимости. Но если что-то подобное будет продолжаться, то, конечно, мы должны будем подумать о том, кто и как работает в Российской Федерации, в ключевых отраслях российской экономики, в том числе и в энергетике. Нам бы очень не хотелось прибегать к каким-то шагам, ответным мерам. Надеюсь, что до этого не дойдет. Господин Владимирович, председатель ведомства Демократовича, как вы относитесь с том, что США играет элибирующую роль в ситуации с связи с Украиной, отодвигая ЕС на второй план? Я думаю, то, что сейчас происходит, показывает нам, кто реально руководил процессом изначально. Но на первых шагах Соединенные Штаты предпочитали держаться в тени. В определенной степени интересы США и их европейских партнеров совпадали, поскольку Евросоюз в лице Еврокомиссии хотел заключить известные соглашения с Украиной на невыгодных, я полагаю, условиях для Украины, прежнее правительство с этим пыталось бороться, сопротивляться. Но, как известно, я уже об этом сказал тоже, западное сообщество пошло по другому сценарию, реализовало другой сценарий, силовой сценарий. Конституционный переворот, антиконституционный переворот, вооруженный захват власти, не думая, видимо, и не просчитывая, к чему это реально может провести. Кому-то это понравилось, кто-то это поддержал, и, наверное, немало людей на Украине поддержало, мы это видим. Но большому количеству это не нравится. И они не согласны с такой формой смены власти. Ничего здесь демократического, кстати говоря, нет. Но нужно считаться с этими людьми, нужно уважать их законные права. И то, что сейчас Соединенные Штаты вышли на первые позиции в разрешении этих кризисных явлений, говорит о том, что они изначально этот процесс возглавляли. Просто сейчас они проявились в качестве лидеров всего этого процесса. В Украине недавно задержали военных наблюдателей, которые Украина сама и приглашила к себе, должна была обеспечивать их безопасность. Как Вы считаете, насколько это адекватно? Ничего хорошего здесь нет. Не в том, что послали в таком качестве, в таком режиме. Не в том, что их задерживают. Почему? Потому что если уж украинское правительство или те, кто сейчас называет себя правительством в Киеве, пригласили какие-то наблюдатели, тем более военных. То это люди опытные, они понимают, что они едут в зону конфликта, в такой регион страны, которая не признает легитимности сегодняшних властей в Киеве. Им нужно было бы, предусматривая это, договариваться с теми людьми, которые на этих территориях ситуацию контролируют. Они этого не сделали и поэтому попали в такую ситуацию. В то же время мы понимаем озабоченность наших партнеров в Европе. Вчера у меня была частная встреча, беседа с бывшим канцером ФРГ, господином Шрёдером. Он тоже высказывал эту озабоченность, имея в виду, что в группе задержанных есть и гражданин федеративной республики Германии. Я надеюсь, что этот конфликт будет разрешен, что они смогут беспрепятственно покинуть ту территорию, где они сегодня находятся. Но все участники этого процесса должны будут сделать выводы из этой ситуации и впредь подобных ошибок не допускать. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok